Форменный беспредел происходит в городе Кировске Ленинградской области. Вот уже который год безнаказанно орудует банда черных риэлторов по улице Ладожской, дом 20, на что написаны соответствующие заявления о совершении мошенничества в разные инстанции. По возможному отчуждению семьи Нечаевых из пяти человек за их квартиру, включая Нечаева Алексея Юрьевича 1983 года рождения, несудимого не стояло и не стоит на учетах в ПНД и ЭНД. В период ранее чем с 2009 годом по 2017 году и по настоящее время происходит мошенничество с их квартирой в социальном найме по ордеру с 1984 года и проживают по настоящее время. По улице Ладожская, дом 20, приватизированных долей нет, местная полиция делает вид, что ничего не происходит в отношении их сотрудника участкового шипсмана по его участию, но объективные факты уверяют в обратном, в том числе от жителей города потерпевших. Самое интересное, что на улице Ладожская 20 этот участковый уже попался также на квартирном мошенничестве длившегося ранее чем с 1998 по 2014 годы в отношении потерпевшей Романовой в Кировском. В суде был официально доказан факт незаконной сдачи ее в ПНД в этой связи и параллельно ведет аферу ранее чем с 2009 года в отношении семьи Нечаевых. Совершает преступления под видом соседей, разоблаченная банда черных риэлторов из квартиры 10 привлеченными ими лица к афере. Помогает им участковый и активно участвует в мошенничестве и убийстве Нечаева ее 1983 года рождения и других членов семьи через устроенную криминальную травлю по городу и их дискредитацию. Через свой спецконтингент и множеством вовлеченных в преступление ему портят здоровье группы и лицу мышленность с целью убийства и доводят до самоубийства через нападение на улице в подъезде. Нанесли побой 26 августа 2016 года, что зафиксировано 29 июня 2016 года, также ежедневный прессинг и порча имущества. Старший брат воевал в Чечне, их это не останавливает, настолько чувствует безнаказанность. Алексей спортсмен сам ведет здоровый образ жизни, не раз принимал участие в соревнованиях по лыжным гонкам за город Кировск. Из-за этих проблем он вынужден разбираться с этим самостоятельно. Потому, на это время без работы ему просто не дают жить, хотят выставить нечаевую его псих. Больным младшего брата спаивают методично группой лиц через вход в доверие. Местная полиция не принимает заявления и не заводит уголовное дело, хотя факты объективны. Эти аферисты могут клеветать в отношении заранее невиновного, имея связи с правоохранителями на суде. Подписать липовые заявления от подставных лиц на нечаевую для заранее незаконного опвиения по сфабрикованному делу для посадки в тюрьму либо в ПНД для дальнейшего убийства в обоих случаях через пытки. Эта банда уже сколько лет это вытворяет, это можно назвать пытками и не дает жить также угрозы убийством и коллективным избиением. Проблемы в этой связи со здоровьем зафиксированы в Кировской ЦРБ 4 марта 2014 года. Есть документы, что может повлечь смерть, считать убийством. Да, и еще раз напомним, что Алексей Заранее невиновное и потерпевшее лицо в этой истории, чтобы не быть голословными в своих доводах, приведем объективные факты и доказательства. В Ленинградской области Кировские много подобных случаев произошло, вскрыли факты отъема квартир сами потерпевшие, где участвует в том числе и участковый шипсман Дэй. Даже было коллективное заявление от потерпевших от квартирных афер со участием в этом участкового шипсмана, вот и семьей нечаевых мошенничества за соц. квартиру. В Кировский городской суд, но по нашему мнению, ситуация самым странным образом не разрешилась в 2013 году, все эти материалы вы можете самостоятельно найти в интернете. Там показания граждан Кировской видеоролики с потерпевшими от участкового шипсмана Дэй и по отьему и отчуждению у них квартир, нарушаются права человека в отношении Алексея в этой связи. Что видно невооруженным глазом по отпискам местных правоохранителей, в лице этого участкового он сам на себе и расследует, потому наверное еще и якобы служит. Пока волосы дыбом от такого встают не то слово и подвергают бесчеловечному и унижающего человеческое достоинство, реально снимают шкуру с живого человека, можно так сказать, просто не люди. Многие участники банды уже известны в том числе и правоохранительным органам, куда входят и ранее судимые выходцы из Дагестана и после всего, что они наделали, хотят уйти от ответственности. Семья Нечая у выхода очередные жертвы квартирных убийц, мошенников за пресловутые квадратные метры. Мать работает в детском саду, отец инвалид, оба на пенсии, вероятнее всего они стали их целью. Мошенники активизировались, когда отца положили в больницу на операцию в 2012 году. Еще раз от местной полиции, мягко говоря, помощи ждать не приходится, надеемся, что в Кировске в дальнейшем не будет неохотного разбирательства и перекидывания материала друг к другу и фальсификации. Доказательств На конец 2017 года и по настоящее время ситуация остается без изменений, также в 2017 году этими мошенниками совершено нападение на квартиру семьи Нечаевых 20 сентября в 22.00, что зафиксировано на видео угрозы и запугивание пенсионеров, также уничтожение личного имущества. Просим вас в распространении этого ролика для придания широкой огласке этой истории, эта проблема в первую очередь общественная и требует ее решения.